Похоронили сына Вячеслава Зайцева, год назад его проклял Бедрос Киркоров. У Егора начнутся проблемы, если уже нет их. Есть такое правило, бумеранг. Егор делал плохо отцу, это плохо он получит. Больной раком шоумен Натарку Шанашвили день рождения отметил в реанимации, его подключили к аппарату ЭВЛ. У Ефремова появляется шанс выйти на свободу. Ветераны России сделали предложение, но общественность вряд ли одобрит. 18-летняя невеста Лепса оказалась школьницей, отгуляла выпускной. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе, четко без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Сына Вячеслава Зайцева Егора похоронили на Жигаловском кладбище в Подмосковье, рядом с могилой отца великого модельера. Год назад его проклял Бедрос Киркоров за то, что тот не поддержал отца, да и вообще уехал, не дождавшись, пока закопают гроб. Егор, я в рожайство. Все должны быть в дружбе. Я сказал, я пойду. Хотя Филипп сказал, не ходи. В день похороны Егора на кладбище было много мотоциклов, потому что помимо модной карьеры, состоял он также в клубе «Ночные волки». Вдова Егора Зайцева и Екатерина, которая достанется все наследство и модный дом, заявила, что действительно есть критика в том, что Вячеслава похоронили не в Москве, а в Подмосковье. Мое глубокое убеждение, место его на Новодевичье. Якобы престижное кладбище, это для этих тетушек и нищебродов в душе. Вдова посчитала, что воля достойна быть захороненным здесь, а не на одном из московских кладбищ, как она сказала, на Леечиславе. Помимо этого заявила, что дом моды работал, работает и будет работать. Наследство уже перейдет ей и двум дочерям. Наши великие художники воспитали команду, которая будет продолжать их дело самым достойным образом. Егору Зайцева было 64 года, осложнения пошли на фоне онкологии, были проблемы с толстым кишечником, легкими и цирроз печени. От меня искреннее соболезнование родным и близким. Больного рака Матара Кушанашвили подключили к КВЛ, поставили тяжелые диагнозы. 54 день рождения он встретил бессознание, ему провели операцию. Лежит он в подмосковной больнице, комсомолка пишет, что в связи с непроходимостью кишечника вставили газоотводную трубку, сам не может сказать туалет, серьезное вздутие живота. Была информация, что у Атара обнаружили раковую опухоль, также цирроз печени, то есть что-то подобное, как у Егора Зайцева. Жена Кушанашвили говорит, что медики не дают никаких прогнозов, при этом поставили невменяемые диагнозы, то есть, как я понимаю, она не хочет верить во всю сложность ситуации. Многие считают, что особенно налегал он на бутылочку, здоровье мог подорвать алкоголь, плохо ему стало еще две недели назад, жаловался на дышку, боли в животе и сердце. Михаилу Ефремову добровольцу предложили прямиком из тюрьмы поехать на передовую. В таком случае они поддержат прошение в суде об условно-досрочном освобождении. Телеграм-канал Шот пишет, что организация ветерана России направит письмо в СИЗО Белгорода, где, собственно, и мотает срок Михаила Ефремова за пьяное ДТП с 2020 по 2027 годы. Его адвокат Эльман Пашаев, кстати, сейчас на передовой, получил он ранение, но полагает, что от Ефремова пользы будет мало, разве что в какой-то приграничной территории. В комментариях под новостью многие они поддержали, потому что толку с него будет мало, смысл будет сидеть чай, гонять кофеек попивать, а то что-то и покрепче. Должен быть урок, а иначе и другие поймут, что можно сесть под мухой за руль, вылететь на встречку, лишить жизни ни в чем невинного человека и потом досрочно выйти. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. 18-летняя избранница Лепса Аврора Киба оказывается не студентка, а школьница. То есть то ли ее на второй год оставляли из-за плохой успеваемости, то ли с возрастом обманывала. Получила аттестат, отгуляла выпускной. Под у свадьбы Лепс заявлял, что еще не решила, но, скорее всего, невеста. При этом разница-то в возрасте. 43 года, то есть он дед для нее. Знакомые артисты говорили, что ее 18, мол, студентка, а на самом деле отпраздновала совершеннолетие совсем недавно. Ну и вот, насколько я помню, школу оканчивают либо в 16, либо в 17 лет. Как так вышло, что в 18? Она что, плохо училась? На учебнике не было времени, а спонсора искала, вот нашла Лепса. Школа, говорят, была не простая, а экономическая, престижная в Москве. В год за обучение нужно платить миллион шестьсот тысяч российских рублей. При этом поступить можно только по рекомендации других учеников, ну и стартовый взнос – миллион рублей. Фотографии с выпускного выложила в соцсети, а видео, где был салют, сопроводила песня Лепса «Самый лучший день». То есть, так сказать, передала привет великовозрастному жениху. Такие вот новости, друзья. Что думаете о похоронах Зайцевой, проклятии, бумеранге от Бедреса Киркорова? Какие мысли о Кушанашвиле, Ефремове и невесте Лепса? Пишите все, что думаете в комментариях. Именно там мы вместе обсуждаем самые яркие темы. Находим истину. Оцените это видео, подпишитесь на канал. Очередной выпуск новостей уже завтра. Вместе интересно. Можете поддержать канал номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин